PM 50 рублей. Спасибо вам большое. Александр, что вы думаете по поводу слов Путина о НАТО и Клинтоне вчера? Также, какое ваше мнение по поводу мюнхенской речи Путина? Ой, ну это уже давняя история, мюнхенская речь Путина. Это уже у нас 2007 год. Ну, это все, опять же, старая песня о главном. То есть, какая его основная претензия к современной мировой системе и из чего она исходит? Она исходит из того, что для него величайшей геополитической трагедией человечества в новейшей истории является крушение Советского Союза. Почему? Потому что она привела к однополярному миру. В глазах Владимира Путина однополярный мир является огромной проблемой. То есть, он как человек, который трагически воспринимает, очень негативно воспринимает крушение Советского Союза, потому что это привело к однополярному миру и фактически к торжеству его противника. Все-таки он работал в спецслужбах в советское время и, понятное дело, что их обучали видеть основного противника в США. И так это видно по нему сейчас. То есть, у него весь акцент сделан именно на США. Для него ни Европа, ни Турция, ни кто-либо еще не являются полноценными субъектами. То есть, он только США воспринимает как субъекта. Ну и Китай, конечно. Для него это все трагедия. Поэтому здесь ничего нового нету принципиально. И всю свою политику он выстраивает именно на основании своих вот этих, ну по сути, предубеждений, на мой взгляд. Потому что, ну в конце концов, России никто не мешал вступить в НАТО. Никто не мешал ей интегрироваться, вернуться в западный мир, потому что это западная страна. Но поскольку для Владимира Путина Россия это отдельный центр силы, он не мог допустить вот такого положения дел. То есть, он, если бы входил бы в западный мир, то на правах равных Соединенными Штатами, а какая-нибудь там Германия и Франция, ну это были бы просто такие, на подсосе бы находились. Таким вот образом. Но при этом надо заметить, что можно сказать, что здесь произошел просчет очень сильный. Потому что фактически Россия сегодня является в подчиненном положении у Китая, который является центром силы. Причем Китай вообще центром силы является не столь недавно, потому что еще в годы Холодной войны Китай себя позиционировал как страна, лидер третьего мира. То есть, третий мир это те страны, которые не присоединились к американскому лагеру, не присоединились к соцблоку, но фактически это были страны, находящиеся под китайским влиянием. И Китай пытался починить себе африканские страны, Юго-Восточную Азию и так далее. Китай продолжает оставаться вот такой отдельной силой. Почему-то Владимира Путина не пугает Китай как отдельная сила, хотя стоило бы беспокоиться. Но не пугает он его потому, скорее всего, что старая модель поведения и видения и реакции на события, которая была ему преподана еще в советское время, она железно видит в качестве главной угрозы и главного противника именно Соединенные Штаты Америки. Больше никого. То есть Россия, которая уже больше не является Советским Союзом со всеми его соцблоком, союзом с Кубой и так далее, тем не менее в глазах Путина остается, ему так хочется, чтобы она была отдельным полюсом. Но это, опять же, можно назвать чуть ли не официальной версией, официальным образом Владимира Путина. Почему? Потому что есть другое мнение, что ему по большому счету все равно и на НАТО, и на все остальное. И главное, чем он заинтересован, это в сохранении власти и денег, в сохранении положения, которого добились его друзья. И у этой точки зрения тоже есть вполне себе серьезные основания. Но, с другой стороны, нельзя отказывать человеку в том, что у него могут быть убеждения, вполне искренние. Поэтому вот вам, пожалуйста, есть официальный образ, официальная картина ситуации, а есть неофициальная. Я не читал весь текст, я смотрел на сайте Кремлин расшифровку. Я там даже точно не помню, что он про Клинтона говорил. Сейчас давайте посмотрим еще раз. Я просто не смотрел видео, я смотрел текст о его речи. Вот, касательно Клинтона он сказал, что «Более того, скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично, скажу об этом впервые». В 2000 году, во время визита в Москву, уходящего со своей должности президента США Беда Клинтона, я спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно. А как американцы реально отнеслись к этой возможности? Фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны. Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, принадлежительное отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности в решении НАТО, выход из договора по ПРО и так далее. Так и хочется спросить, зачем все это, ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Ну, что я могу на это сказать? Повторюсь, это старая песня о главном. Это, на мой взгляд, не стоит воспринимать как реально состоявшиеся исторические события, это стоит воспринимать как интерпретацию Владимира Путина взаимоотношений с Соединенными Штатами, так как видел он их сам, своими глазами. Потому что, опять же, вот он говорит про расширение НАТО, но, с другой стороны, он сам в начале нулевых говорит, что Америка наш главный партнер, что мы в прекрасных отношениях, мы главные партнеры друг друга. Он говорил это уже после того, как Билл Клинтон ушел с поста президента. А что касается Клинтона, тут вопрос такой, что Путин сам говорил о том, что Америка это наш друг, союзник, главный торговый партнер. Он это говорил наверняка после того, как Билл Клинтон уже ушел в отставку. Точнее, отмотал свой президентский срок. То есть, зная его реакцию, он почему-то все равно продолжал утверждать, что Америка это наш друг. И делалось много движений в сторону интеграции с НАТО и с Америкой. Есть же программа партнерства с НАТО во имя мира. Были парады на Красной площади во время 9 мая с войсками НАТО. Была база в Ульяновске, которые пользовались войска НАТО. И так далее. Это все уже было гораздо позже. Но почему тогда, если была такая проблема с НАТО, Почему тогда Россия долгое время, до 2014 года, особо не испытывала фактически каких-то проблем с ним? Опять же, расширение НАТО. Вот если ты, как ты сам утверждал, ведешь страну по пути реформ, по пути демократии, а почему ты НАТО боишься? Почему ты считаешь его по-прежнему противником? То есть, в чем он является твоим противником? Почему ты считаешь, что с ним война возможна? Какой стати? Опять же, это все старые советские установки, через которые человек не в силах себя преодолеть. Они сильнее его. То есть, эти установки диктуют ему, как воспринимать это НАТО. Потому что по-другому их не учили. Собственно, даже я могу вспомнить своего дедушку, который был более чем относился к Западу положительно. Ему нравилась западная культура, англосаксонская культура. Он отлично знал английский язык. Он, собственно, переводчиком был. Для него все равно Запад формально считался главным противником. И он все равно воспринимал его как основного соперника. Так или иначе. Потому что так его учили. Так их учили в КГБ. По-другому никак для них. То есть, здесь надо понимать, что речь идет не об объективных каких-то моментах. Не об объективной ситуации, что НАТО, расширяясь, угрожает России. А речь идет о фактических вещах. Речь идет о тех вещах, прошу прощения, которые заложены в человеке психологические моменты. Вот о чем идет речь. А поскольку эти люди принимают решения, поскольку они являются лидерами государств, люди такого склада ума, все это выражается во внешней политике. И не может быть иначе. И опять же, события после 2014 года, они как будто бы подтвердили правоту. То есть, с одной стороны, можно сказать, что в Украине появился Донбасс и Крым, потому что НАТО расширялось. А с другой стороны, можно сказать, что получается НАТО расширялось правильно. Потому что, если бы она не расширилась, то, наверное, тогда и Прибалтику бы захватили и все остальное. То есть, тут и так, и так. Притом, Украина же в НАТО не вступала после Майдана. И кто сказал, что вступила? Кремль не делал никаких попыток договориться с новой властью. В общем-то, Рада там осталась старая. Он не делал никаких попыток. Мы просто взяли, убрали его ставленника Януковича. И все. И началась вся эта история. То есть, Украина еще никуда в НАТО не вступала. И она все равно бы не вступила бы на протяжении многих лет. Она бы туда не смогла вступить. В любом случае. Никаких попыток договориться провести дипломатические переговоры не было. То есть, сразу же началась достаточно агрессивная риторика и поведение. Поэтому, лично я всем этим историям не верю. Они меня не убеждают. Ну, потому что, чтобы вступить НАТО, это нужно провести реформы. В том числе, в самом государстве. Это нужно долго достаточно тренировать армию и так далее. То есть, это в любом случае не дело одного-двух лет. Это нужно лет десять, как минимум. А за десять лет там поменялись бы, могли бы поменяться правительства. Россия могла бы играть на пророссийские силы. То есть, она могла бы договориться с теми силами, которые там победили и так далее. Но она этого не сделала. Она просто сразу начала наступление, можно сказать так. Политическое наступление. Вот соглашусь с Доном Пипита скорее. Потому что, ну, то есть, второй вариант по поводу всей этой ситуации меня больше убеждает. Что НАТО это лишь прикрытие. Что это лишь предлог. Но сейчас определенно есть что-то похожее с Холодной войной. Правда, не таких масштабов. Потому что в Холодной войне все-таки, ну, Советский блок это половина мира. Ну, не половина, там, значительная часть мира. Российская Федерация это, ну, региональная держава. Она хочет быть в статусе противника Холодной войне, но она не может этого сделать. Опять же, уровень интеграции совершенно другой. Мировую экономику, мировые институты. То есть, Российская Федерация является членом мирового сообщества, как ни крути. А так, распределение силы так же, как и было. То есть, первый мир Америка, второй мир Россия, третий мир это Китай. Как было, так и осталось. Подписывайтесь на мой Яндекс.Цен, Бусти, Телеграм. Ссылки в описании. Те, кто подпишется на Бусти, получат возможность смотреть видео до премьеры на Ютубе на два дня раньше.